Товарищи, садитесь, пожалуйста. Давайте начнем наше занятие. Значит, вот у нас, согласно нашему тексту, намечаются два крупных вопроса. Первый вопрос – это как Марк Энгельс понимает коммунизм, или как вообще надо его понимать, если есть другое понимание, другая трактовка. Это раз. И второй вопрос – это гражданское общество, о котором вот у Маркса Энгельса, так сказать, написано здесь. И совершенно понятно, как они его понимают. Но вы знаете, что в гражданском обществе повезло в том смысле, что столько народу на эту тему писало всякие произведения, причем кто влез, кто подоруба. И при том, что вроде бы под ним понимается что-то светлое и хорошее, не вполне понятно, что граждане, которые его определяют, или которые о нем говорят, все-таки имеют в виду. И как это понятие соотносится со способом производства, с общественно-экономической формацией, или оно внеформационное, вне, так сказать, способов производства, никак не зависящее от производства. Что это такое? Это вот вторая проблема, которую мы должны рассмотреть, которая является актуальной проблемой современной социальной философии. Ну, не только социальной философии, поскольку это затрагивается. Можно сказать, что это элемент культуры. Человек считает своим долгом высказаться по гражданскому обществу, хотя бы он бы этим делом и не занимался. Каждый человек как бы знает. А что он знает? Вот мы вот это и выясним. А вот мы с вами что знаем, исходя из того, что изначально здесь понималось, что предлагалось. Ну, давайте начнем вот с коммунизма. Кто хочет сказать? Иван Светланович, исключено у вас, да? Ну, коммунизм в немецкой биологии это состояние, как движение, которое… движение к изменению. Исквительное движение, которое уничтожает теперешнее состояние. Вот. Ну, оно между нам предпосылками, когда разумеется, как международное движение к веке, с двумя предпосылками, которые выделяет мать, это когда большинство становится решенными как бы его собственности, и, ну, это первая предпосылка, а вторая, это третье появится на силу. А вот это предпосылки к коммунизму. Не сам коммунизм, а его предпосылки. Вот когда уже собственности не будет никого, вот и предпосылка к коммунизму. Ну, так, в общем, но это так оно и есть, на самом деле. То есть это предпосылка к революции, потому что… Потому что прежде чем эти люди начнут бороться за коммунизм, они должны исчерпать, в известном смысле, частную собственность. И частная собственность приводит к тому, что они… Частная собственность показывает, что они остаются, так сказать, бедными, и большинство, громадное большинство, значит, теряет все свои, так сказать, возможности на дальнейшее развитие. Ну, вот тогда они поднимаются на революцию. А просто так вот человек на революцию от хорошей жизни вряд ли будет подниматься. То есть поэтому это именно предпосылка. Вот. Потом, вот тут не такой простой вопрос я вам задал, потому что, как понимают Марк Тенгельс, потому что они вот… Вы попались на такую удочку, что мы называем коммунизмом. А перед этим что написано? А перед этим написано по существу содержание этого понятия. А потом эта вот мысль о том, что мы называем, это является продолжением. То есть как бы он продолжает об этом говорить. Вот сейчас я вам процитирую, что тут вот на этой же странице, каким образом получается, что торговля, которая есть ведь не что иное, как обмен продуктами различных индивидов и стран, это соответствует и тому, о чем вы говорили, господствует над всем миром благодаря отношению спроса и предложения. Отношению, которое, по словам одного английского экономиста, мы его знаем, да? Кто это? Адам Смит. Адам Смит, да. Витает, подобно древнему року над землей, невидимой рукой распределяя между людьми счастье и несчастье. Вот обычно сейчас говорят, что он регулирует экономику. Вот Адам Смит говорил о невидимой руке рынка, который регулирует экономику. Вы, так сказать, вот это содержание, что тут распределяется не только экономика, а еще счастье и несчастье распределяется над народом, у людей. Созидая царство и разрушая их, вызывая к жизни народа и заставляя их исчезать. Вот это и есть, собственно говоря, предпосылка, о которой они говорят. В то время как с уничтожением базиса, запятая частной собственности, с коммунистическим регулированием производства, устраняющим ту отчужденность, с которой люди относятся к своему собственному продукту, исчезает также и господство, отношение спроса и предложения, и люди снова подчиняют своей власти обмен производству способов их взаимных отношений. Вот это вот содержание, как бы понятия коммунизм. А дальше идет, что мы называем, что не надо понимать, как нечто неподвижное. Как нечто неподвижное нельзя это понимать. И в смысле создания этого коммунизма, что он так вот не является вдруг, как мечта или как подарок судьбы. А с другой стороны, вот иногда спрашивают, а вот пот ли коммунизма что будет? А что будет? Ну, тут вот надо понимать движение общественное, которое получается. Первобытный общинный коммунизм – это коммунизм. И мы с вами подошли, наконец, к тому, чтобы ответить на вопрос, а что вообще означает коммунизм? Слово? Общее. Общее. Поэтому, что такое коммунизм? Вот у Ленина, который думал над такими формулировками, уже простыми, тут у Маркса, как у князя, тут так немножко витиевато все, и как бывает у молодых людей вначале, это молодые люди, так сказать, которые задумали у них большие, очень крупные идеи, но они выражаются, так сказать, пространно и обильно, и вот в этом смысле никакой они все задачи пропагандистской такой не ставили, именно пропагандистская. А, скажем, тот же Ленин, он думал о том, как это просто объяснить. Он прямо пишет, коммунизм значит общий, общая земля, общий труд, общие средства производства, вот что такое коммунизм. То есть ничего тут такого придумывать, надумывать, накручивать, так сказать, в отношении. Это вот то, что здесь подробно написано, это некий результат этого. Если у вас, если или в другом месте у Маркса Энгельса вы можете найти следующее. Вот когда вы говорите о движении, вот есть такое определение. Какое движение-то? Движение по уничтожению частной собственности. Или, или. есть такая формула. Коммунизм значит уничтожение частной собственности. И получается, что коммунизм это какое-то уничтожение. Что коммунизм значит отрицательное. Коммунизм, который превращает частную собственность в ничто. Или как бы частную собственность отнимает, или отбирает, или ее громят, или ее превращают в пыль, разрушают. Нет. Что значит уничтожить частную собственность в диалектическом смысле? Ничто в диалектическом смысле. Что означает? Значит, это уничтожение частной собственности. Это какая-то форма более высокая, чем частная собственность. Это снятие частной собственности. Никакого другого уничтожения. Для диалектиков никакого другого отрицания. Для диалектиков не существует. Ну вот, скажем, вот сейчас вы двое ответили, вы ответили. А я говорю, а вот не так. Это что значит? Что я вот это выбрасываю, то, что вы сказали? Или у нас задача подняться к более высокому пониманию? Потому что то, что вы сказали, правильно. И включается в это более высокое понимание. И вот то, что представляется коммунизм, у нас что, без предпосылок, что ли, может пониматься? Не может пониматься без предпосылок. Поэтому это тоже коммунизм. Понимание его предпосылок, что вот, скажем, для того, чтобы был коммунизм, у нас что, был капитализм. И вот те люди, которые ретиво нападают на капитализм, они как-то не очень понимают отношение капитализма и коммунизма Кто такой капитализм по отношению к коммунизму? Коммунизм выходит из капитализма, значит кто такой? Кем является и чем является капитализм по отношению к коммунизму? Прародителям как бы этого коммунизма, да? Ну или грубо говоря мамой, мамой этого самого коммунизма И почему говорят о родимых пятнах старого общества? Марксом говорит, потом Ленин говорит, что вот коммунизм, который рождается из капитализма, он обязательно несет родимые пятна и в экономическом, и в нравственном, и умственном отношении. У меня даже такая была смешная очень история. Я читал эту тему лекции в Доме политпросвещения. В свое время, в советские времена. А там 1500 человек в зал. И зал такой хороший. Это сейчас бизнес-центр, площадь пролетарской диктатуры, дом 6. Довольно забавно тоже звучит. Бизнес-центр по адресу площадь пролетарской диктатуры. Значит, вот такой вот зал обширный. И я вот объясняю, что коммунизм в первой своей фазе, на первой своей ступени, он несет родимые пятна старого общества, и экономическим, и рабственным, и умственным. Он говорит, что дураков много. А там вот такой товарищ с правого угла, громко-громко говорит. И слышимость хорошая говорит. И это и слышно. Да, это и видно, когда я сказал, что дураков много. Ну, а я, значит, как лектор тоже должен говорить. Я говорю, и слышно. Да, и пошли мы дальше. Так что, если мы хотим понять коммунизм, во-первых, мы должны его понимать как нечто, рождающее из капитализма, иначе это не научный коммунизм, не научный социализм. Это мечтание. Построим себе какие-то мечты и назовем это коммунизм. Как хотите, назовите. Потому что, кто вам мешает называть свои мечты, какие вы хотите словами. Во-вторых, здесь совершенно явно, вот здесь говорится, прежде чем говорится, что вот движение. Сначала описывается содержание этого движения. Содержание этого движения состоит в уничтожении частной собственности. И начинается это уничтожение не при коммунизме и не в ходе революции, а начинается это движение в ходе развития товарного хозяйства. Давайте посмотрим мы на развитие капитализма. И мы увидим, что капитализм был изначально капитализмом свободной конкуренции, правильно? Вот люди оменивают, страны, народы, купцы, уважаемые, привозят. У вас этого нет. Вот я вам даю то, что у меня есть, а вы мне даете то, что есть у вас. Все от этого только выигрывают. Потом начинается распределение богатства и бедности. Потом начинается создание, побивание одними капиталистами другого и целыми странами побивает другие страны. И что мы получаем? Мы получаем в итоге империализм, как вторую фазу капитализма. То есть это капитализм, но это вторая ступень, на которой приходит капитализм неизбежно. Не потому, что он кто-то там какую-то революцию совершил. Никакой революции не бывает при переходе к капитализму, свободной конкуренции в империализм, который означает просто монополистический капитализм. И у нас многие, я думаю, даже очень многие руководители нашей страны, они вот это не усвоили, они на уровне, что у нас тут рынок все решает, свободная конкуренция, рынок все решит. Рынок уже сейчас ничего не решает. Решает крупные монополии, потому что как только в какой-то отрасли более 50% занимает продукция какой-то крупной фирмы, она и решает вопросы цен, вопросы распределения и так далее. Поэтому по-прежнему производительность труда может давать экономию, по-прежнему падают затраты на все. Я думаю, что все мы с вами, как культурологи, знаем, что вообще первая предпосылка развития культуры – это постоянный рост производительной силы труда. Поэтому все больше людей, она может быть освобождена от производительного труда и переведена в сферу культуры, науки, образования и так далее. Правильно? Потому что а у вас, если нет этого роста, этот рост – это вечное условие развития общества и вечная характеристика развития общества – рост производительной силы труда. Мы же с вами прекрасно знаем, что начинается дело развития общества, собирание, потом появляются костяные орудия, луки, стрелы, потом появляются каменные какие-то изделия, с помощью которых готовится пища, и, так сказать, ее совершается охота, и какое-то сельскохозяйственное производство. Потом появляется бронзовый век, так сказать, орудие бронзовый. Для бронзы нужна меньше температура, чем нужна для выплавки стали. Потом появляется железный век. Вот как железо выплавить и так далее. Сейчас очень просто делают. Берут кокс, он имеет температуру, выплавления, температуру такую, в которой плавится чугунь. Добавляют туда углерод и получают сталь. А как делают люди первобытные? Где они? Что, кок? Пошли, пойди, где у них коксовых батареек? Что-то незамечено. Не помните, там коксовых батарей не было в те века? Вот и я не помню. Как вот выплавить сталь? Железный век – это большая проблема. А этой ржавой воды, то есть вот там, где видно, что железистые всякие минералы, там эфиром 2О3, эфиром 3О4, там полно всяких окислов железа, из которых, это то есть железная руда. Из руды, как известно, выплавляют чугун. А из чугуна, как известно, выплавляют сталь. Ну как это выплавить? То есть не чугунные же орудия были, а уже остальные тоже. Сначала, может, чугунные, потом стальные. Вот тут мы, если мы уже возьмем не очень давние времена, то мы покопаемся ли, обратим внимание, то вот люди делали из дерева, делали деревесный уголь при слабом доступе кислорода, когда он обжигался. Деревесина обжигалась, из нее, так сказать, все поры выходили, какие-то, так сказать, вещества, которые температуру понижают, горение. И появлялось такое пористое вещество, которое сейчас продается на всех заправках. Называется уголь древесный для тех, кто хочет сделать шашлык. Потому что они сейчас, кто хочет, сделать так, как первобытные люди готовили себе мясо. Так, хотите быть первобытным человеком, поедите на ближайшую заправку, там в мешочке бумажном есть уголь, тут же вам дадут эти самые шампала, шампара, и вы сможете, так сказать, насладиться тем, как на берегу озера, в лесу, люди, имея то, как, сказать, костер, могли, так сказать, поесть жареное мясо. То есть это постоянное движение и развитие производительных сил, оно неостановимо. И оно неостановимо, и всегда идет развитие. Но, если вы сейчас сегодня обратитесь вот там к нашей литературе, в том числе экономической, будете читать газеты, а это поверхность, так сказать, явлений, что вы там прочитаете? Затраты на все растут. Затраты ЖКХ растут. Затраты на перевозки растут. На перевозки нефти растут. На производство бензина растут. Вы верите? Что, трубы теперь больше требуют затрат. Вы раньше делали, да? Фитинги больше теперь требуют затрат, чем раньше. Что? Во все времена был рост производительной силы труда, а теперь, значит, все это требует большего труда. Но даже если мы с вами никакие не экономисты, мы, наверное, с вами знаем, что работников у нас все меньше, продуктов производится все больше. Значит, в одном продукте содержится все меньше труда. И тут вам приходят, вы знаете, затраты на ЖКХ выросли. А что это затраты на ЖКХ? Затраты на все те составные элементы, на которые затраты падают. Поэтому вот вам платить и столько. А потому что мы перешли в монопольную стадию капитализма. Если я монополист, а вы граждане, так вот, граждане, со следующего месяца вы будете платить на 30% больше. И что вы сделаете? Идите к другому. А нет, другого. Я его съел. Другого. Почему я его съел? А потому что я монополист. Потому что когда я его съел, я и стал монополистом. Поэтому я, во-первых, получаю прибыль за счет роста производительности труда. Это само собой, я ее кладу в карман. А кроме того, кроме того, я накидываю еще деньги. Ну, затраты у меня состоят в том, чтобы средства массовой информации расписали, как мне тяжело жить, какой у нас рост вообще затрат. И вот люди, которые это накидывают, они закидывают сообщаток. Как здесь такое братство капиталистов. Вот мы все расскажем вам, этому большинству, расскажем вам, как нам тяжело жить. Как у нас все хуже, хуже, хуже. А потом мы видим, что после так называемого кризиса каждый раз количество миллиардеров, что? Падаете или возрастаете? Возрастаете. Возрастаете. Ну, с точки зрения вот того, о чем я говорю, ну, как экономист, я вообще-то и кандидат экономических наук, и профессор по кафедре экономики и права, так сказать. это такая элементарная вещь, которую, ну, всякие маломальские знакомые не просто с экономикой, а с первыми такими-то шагами вообще развития человеческой цивилизации и понимает, что рост производительности труда, он действует во всех времена и ко всеми способами производства, хотя вот, скажем, таких музеев, которых бы показано, как совершенствуется современная техника, нету, потому что сейчас бы в этих музеях показали бы, какие уничтожены у нас станки, какие уничтожены машины, завтра-то уничтожается как, а нету таких. Ну, какие станки у нас появились новые, вот в это новейшее время, с 90-х годов? Но роботизированные станки? Купили мы у американцев. У нас были роботизированы, у нас роботизированный был завод, цех на Зиле, это последний цех, который распилили, когда уничтожали этот завод. На заводе на этом работало 120 тысяч человек. А сейчас есть территория Зила, в которой вводят ледовый дворец, ну, естественно, всякие развлекательные комплексы, торговые развлекательные, там будет станция метро, и будет железная дорога проложена, ну, не знает-ка, чем вот занять. Территория большая, а это был завод, который выпускал Зилы, Зилы, помните, в бытовую не пойдете, везде грудовики Зил были. И на них все время был спрос до самого уничтожения Зила, потому что пожарные машины, вот у нас сейчас не хватает, чем пожарных машин, чтобы тушить леса. Опять сейчас вот пишут в газетах, сейчас вот начинается полить опять спичку зажег, бросил траву попалить, потом ветер поднялся и сгорело там тысячи гектаров леса. И так рассказывают, что это тоже стихийное бедствие, хотя вот я, не будучи пожарным, могу легко объяснить, что если вы хотите, чтобы ваше село не сгорело, что нужно сделать? Надо обкопать его. Обкопать его надо. Ну, какой ширины? Ну, такой, чтобы ветер не перенес вот на эту, на эту ширину, вот через эту, через перекопанную землю и перенес там искры и прочее, так сказать, огонь, там реветки даже он может перебрасывать в ветер, правда? Ну, сколько, ну, километровый сделайте, так для этого технику надо иметь, так надо и это, а где там техника? Что в селах у нас происходит? Там техники нету, там старые люди, и они не в состоянии сами сделать, а этим не занимаются, а у нас есть эта мощная система, МЧС. Скоро она будет главным нашим министерством, так сказать, пусть леса горят, а мы бросимся их тушить. И будем туда кидать этих людей прямо с вертолетов, потом водой поливать с самолетов, а не хотите трактором пройти и скопать земельку? А ничего, мы потом, когда это все сгорит, потом наше правительство и президент пообещают, что ваши дома будут восстановлены, и вы въедете в новый дом, что плохого произошло? Вы едете, а так бы сидели в старом. И так это и делается, что въезжаешь в новый дом. То есть, вместо того, чтобы, так сказать, упредить, это делать до того, ну вот, это называется такой реактивный способ влияния. Если уж, так сказать, случилось, ну тогда мы поправим. А нельзя сделать так, чтобы не случилось? Ну так это надо сначала подумать. Как у нас с прогнозированием? У нас стратегический, закон о стратегическом планировании есть или нет? Закон о стратегическом планировании есть в России? Ну, не особо. Чего не особо? Не очерняйте нашу капиталистическую действительность. Есть такой закон. А планирование стратегическое есть? Нет. Хотя, вот скажем, государственная собственность у нас есть? Есть. У нас, смотрите, государственная собственность обширная. Роснефть, Газпром, Корабли строительные корпорации, космическая корпорация, передвигатели строительные корпорации, приборы строительные корпорации, авиастроительные корпорации. У нас там столько много предприятий, рост технологий, вот все это вытаскивают. На это можно план давать? Это же в рамках одной собственности. Это частная собственность, общая частная собственность класса капиталистов. Ну так вы на общую частную собственность план-то сделаете? Любой капиталист, в любой фирме делает бизнес-план или нет? Делает, конечно. Ну, у вас вот вам в руки попала общая собственность. Ну, общая, но частная. Частная, так сказать, собственность класса капиталистов. Ну, сделайте план. А то, что у вас за пределами этой собственности, дайте заказ. У нас что, отбрыкиваются от заказов или гоняются за заказами государственными? Во всем мире гоняются за государственными заказами. Я сделал план. А вы не хотите на начало государственного частного партнерства поработать? Вот я вам даю заказ. Будете брать? Не будете? Вот он возьмет. Так? То есть это элементарная вещь. Элементарная с точки зрения монополистического капитализма и государственного регулирования. Монополистического. С точки зрения современной, передовой капиталистической экономики. Такой, какая есть там в Соединенных Штатах Америки, во Франции. Ну, а в Южной Корее там было сурово. Там было шесть пятилетних планов. Там по-другому действовали. Сначала, говорит, вас, вот вы, товарищи, господа, предприниматели, посадим вас в пюль. Но ненадолго. Мы с вами персонально будем беседовать за чашечкой кофе. И выяснять, какой у вас будет вклад в развитие нашей корейской экономики. У нас там Северная Корея, нам нужно тут быть мобилизованными. Значит, условия непростые. Короче говоря, вы как только представите бизнес-план, что вы будете делать для развития корейского общества, корейской экономики. Как вы будете повышать производительность труда, обновлять, какие нововведения делать и так далее. Мы вас выпускаем из тюрьмы. Следующий, проходите сюда, посидеть, побеседовать. Следующий. И так всех выпустили. И так сказать, Корея сильно развивается. Но это, конечно, перебор. Но перебор, который объясним и там, так сказать, острым, в острой ситуации. Война-то, мирный договор там подписан, нет? Нет. Ну, раз не подписан, это что? Война? Ну, раз война. Ну, к войну, так по-военному. В военное время мы вас пригласили в тюрьму. Это нормально. В военное время что угодно. Вот народы перемещать, интернировать там и так далее. Ну, вот, вот интересный мы получили вывод. То есть мы, когда мы говорим о коммунизме, во-первых, мы его не выводим из головы. А при помощи головы из действительной жизни. Вот это очень важно. То есть в чем суть, так сказать, марксизма? Не выводить из головы, а выводить при помощи головы из действительной жизни. А в действительной жизни есть процесс, вот это движение к экспроприации. Так сказать, сначала одни капиталисты экспроприруют капитал других. А потом происходит, так сказать, такая всеобщая экспроприация и собственность, то есть социалистическая революция коммунистическая, которая совершается, их смысл которой состоит в том, чтобы вместо частной собственности создать общественность. Если вы ее не можете создать, а можете только уничтожать, ломать собственность, предметы, объекты собственности уничтожать, никакого умунизма и получится. Умунизм – это же результат снятия, отрицания частной собственности, а не результат разрушения объектов собственности, объекта собственности. Ну, кто из умных людей, которые относятся к марксизму или к марксистам, говорят, что давайте ломать фабрики, заводы. Вот как раз наоборот, с 90-х годов, когда пришли люди, имея в руках завоевание Советского Союза, колоссальное завоевание, начали ломать. Ракеты эти самые лучшие в мире, СС-18, Сатана, у которых 10 боеголовок, на американские деньги стали распиливать, под них немного, пилили эти ракеты. Да, американцы заплатили бы не только за распиливание этих ракет, а еще и за всю научно-техническую работу по созданию этих ракет, да и за все производство этих ракет, если бы потребовал там же самый Горбачев, потому что у них таких ракет нет и до сих пор нет. И у нас таких нет сейчас в России. Сколько у нас головок, самый большой, разделяющийся боеголовок? Молодые люди. Вот для чего летает наша баллистическая ракета, на сколько она разделяется боеголовок? Шесть. Нет. На четыре. Ярс. Есть тополь, у которого, так сказать, стоят. Две. И Ярс. Вот. Четыре боеголовки. Ну вот, а где 10? А 10 нету. Они, вернее, они еще стоят на дежурстве. СС-18 стоят. Ракеты шахтного базирования. То же самое, скажем, по договору с Соединенными Штатами Америки, уничтожены ракеты средней и малой дальности. Для нас они имеют принципиальное значение, потому что вот если поставить только в Европе ракеты, они сразу долетают до Москвы за несколько минут. О Ленинграде даже, в Петербурге и говорить нечем. Мы вообще рядом тут находимся. Рядом со смертью мы находимся, потому что тут рядом вот стоят. А мы ракеты уничтожили по договору с США. Но для США они не принципиальное значение. Мы из океана же не будем стрелять по мере. Ракеты малой дальности. У нас для этого есть баллистические ракеты. Но они вот здесь, если они здесь поставят, то значит, вот почему эти так называемые ПРО представляют такую для нас опасность. Они только называются ПРО, а на самом деле они против России. Ну и как вы, наверное, могли заметить, что то обстоятельство, что нет Советского Союза, никак не изменило ситуацию. Как боролись одни страны против других, да? Капиталистические с капиталистическими. И как некоторые наивные люди думали, что вот тут прямо озаботятся, значит, Америка, Франция и Англия о развитии России. Они, наоборот, озаботились тем, что у вас слишком мало для такой территории. Что-то у вас слишком мало здесь, чтобы иметь такую территорию. И об этом прямо пишут и говорят. А потом, глядя на то, что происходит в странах европейских некоторых, что сделали с Югославией, тружно, наши цивилизованные, как их назвать, цивилизованные страны. То ли цивилизованные, то ли дикари, то ли бандиты, то ли фашисты. Как лучше назвать это дело, когда игнорируются всякие нормы законов, международного права, налетают на маленькую страну. Причем с таким же общественным строем, как в Югославии. Какой был строй, когда на нее напали, так сказать, я имею в виду? Капитализм. А в Ираке, капитализм, буржуазно-демократическая страна. Носители демократии прилетели, разбомбили, уничтожили, повесили законно избранного, демократически избранного президента Хусейна. Вы любите Хусейна? Вот я никогда не питал с него теплых чувств. Ну, он не наш же президент, не мы же его выбирали. Как вы нам делали до этого Хусейна? Нет, надо взять и этого Хусейна уничтожить. А почему? А потому что, а вдруг у него там это оружие массового поражения? Под каким предлогом-то летели и врывались? Потому что осуществляют при этом террор. Причем осуществляют террористическую диктатуру. А вот понятие фашизма – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных элементов финансового капитала. А финансовый капитал в Соединенных Штатах есть. Банковский, сращенный, с промышленным. Внутри Америки никакого фашизма нет. Это демократическая страна. А как только они выходят из дома. Знаешь, есть такие люди дома ведут себя очень хорошо. Выходят за ворота и начинаются. Дальше. Так не остановили же Невгославию. Невгославии нету. А была большая, крупная европейская страна. А теперь что? Хорватия, Черногория, Македония, Сербия. Что там еще? Косово. Еще что-то забыл. Словения. Вот, Словения. Это так запомнить даже тяжело. А была одна. Смотрите как. Косово. Вот, наверное, а теперь вот нам трудно стало даже запомнить. Какой роль играют такие страны, как Черногория, Словения, мировой политики? Да никакой. Никакой они роли не играют. Нет уже такой, так сказать, как страны, как субъекта вообще мировой политики нет. А Ярославия, конечно. Она даже и с фашизмом боролась. И с германским самостоятельно. Очень сильно. Ну, хорошо. А Ирак? Вот мы, товарищи, представители культуры. Это я вам сказал. Наверное, об Ираке много можно было исследовать и изучать, потому что Ирак – древняя страна. Да? Древняя очень страна. И с какого времени существует Ирак? Ну, с библейских времен, да? Будем считать примерно. Суверизация на этой территории существует с тех времен. С тех времен, да? Ну, да. Ну, с какого века? С третьего тысячелетия на... Вот, с третьего тысячелетия на... Ну, третьего, четвертого. Третьего, четвертого. Ну, шумеры. Шумерская цивилизация, да? И вот страна-новодел в Соединенных Штатах Америки, которая существует, так сказать, несколько сотен лет, вот они, значит, разбомбили это под смехотворным предлогом, что есть у нас данные, что у вас есть оружие массового поражения. Вот я сейчас смотрю на ваш этот рюкзачок, и у меня вот возникают аналогичные мысли. А нет ли у вас там маленькой водородной бомбы в этом рюкзачке? И вот мы втроем как придем, на вас нападем, и точно мы у вас этот утащим рюкзачок, и чего только мы не устроим, потому что налетели-то коллективно же. Причем Соединенные Штаты не просто приглашают, они нагибают все страны в этом участвовать. А кто не участвует, тот враг. Так ведь ставится вопрос? Не то, что кто не с нами, тот не против нас. Допустим, вы не со мной. Я вот вас убеждаю, а вы не согласились. Вы что, мне враг? Нет. А я почерпоставлю, как Соединенные Штаты Америки. Кто со мной не согласен? Враг. За что-то не будет. Вообще надо вводить нормы цивилизованные такие в нашу практику. Все-таки крупнейшая страна, богатейшая. А мы все по старинке как-то живем. Все сказать, вы со мной не согласны, и я вас не убиваю там, и не начинаю душить и прибивать. Так мало того, ладно, Ирак. Так, потом, как ни в чем не бывало, выясняется. А нету там в вашем разочке никаких этих... Ну, такое извинение-то сделало Соединенные Штаты Америки в адрес 40? Какое извинение? Враге, значит, повесили этого самого президента. Повесили же президента. А после этого, значит, там было светское государство, теперь государство. Не вполне светское. Там начались эти раздоры национальные, а до этого их не было. Не было там. Там было тихо, спокойно. И там вот первая территория, на которой начались эти национальные войны, куда-то вклинилась ИГИЛ. Теперь о Ливии. Как это у вас там бесплатное образование? Бесплатная медицина. И как это в Ливии молодым людям дают сразу квартиру как-то? Правда, там никакого коммунизма нет. Потому что в экономике хозяйничают империалистические монополии. Имея в виду, что нефть добывает не сама Ливия. А Ливия получает, значит, процент от этого. Как-то у Хана-Патриола не 25, а 50 процентов. Тогда сказали, мы сейчас пролетим и этого кровавого палача уничтожим, который сделал бесплатное образование. И что там теперь в Ливии? А что там? А там какое теперь государство? А никакого. Не то, что там нет буржуально-невократического государства. А никакого там нет государства. Вообще ничего нет в этом смысле. Там разрушили государственность, и там бродят толпы бандитов. И всяких племен, с совершенно противоположными установками. И страшный там террор цари. Кто его насадил? Вот эти там опять цивилизованные страны. Говорят, а то народ беженцы оттуда бегут, плывут через Средиземное море. Вот вы так ни с того ни сего пойдете плыть через Финский залив? Я думаю, что вот если вы так вот... А если на дно все время будут измываться, то разрушат ваш дом. И все время будут угрожать и убивать соседей. А вас еще не успели убить, потому что шли до вашей улицы, не дошли, устали, пошли спать. Вы сниметесь и побежите через залив. Или через что хочешь, в леса, в Карелию, куда угодно. Сотнями. А кто это организовал? Вот беженцы напали на Европу. Вот беда. Какая беда. Вы сами организовали беженцев. Я сейчас возьму, сейчас возьму огонь. Начну, значит, все здесь, все зажигать, покидать и в вас пакет забросать. Вы сами убежите. Куда угодно. Кто к ректору, кто к декану, жалотца. Я знаю, как сделать это, чтобы вы бегали. И вот на этой сказке вот раскатывать людям. Вот в чем наш смысл, что мы анализируем? Ну, не надо. Мы, конечно, люди не все знаем. И никогда все знать не будет. Но такими уж дураками-то не надо выставлять, что мы совсем уж темные и не знаем самых простых вещей. Ну, сейчас ведь так выставляют целые народы. И вот в европейской политике так и рассказывают сказки. Вроде тех же самых элитных, те же санкции против России устраивать. Я сказать, Россию видели, зачем она задумалась, а не поставить ли в этой самой на Украине ракеты. Тем более там точно бы поставили, и Черноморский флот уже не был бы в Севастопеле, а там бы стоял американский флот. Или у кого-то есть сомнения. И вот мы должны были ждать, когда поставить, и тогда начать воевать, что ли? И нам рассказывают, что это там вот, это вот сам украинский народ поднялся, так там военный переворот. Убивали же в апреле. Какие выборы там были? Преследовали этих кандидатов, государственных чиновников, прибивали там к трибуне и так далее. Что там делалось? Создание захватывали, людей избивали, причем избивали представителей силовых структур. Гонялись за законно избранным президентом, который точно так же, как вот мы не любим Саддама Гусейна. Я не думаю, у вас какая-то была особая любовь к Мамару Акаддафи, с его «Зеленой книгой», я тоже вот не испытывал. Но я думаю, мы никакой любви, тем более, к Януковичу не должны были испытывать. Но это не мы же избирали-то. Даже, ну хотите вы, ну подождите, вы пять миллиардов вложили, вложите еще два миллиарда, изберите Януковича, не Януковича, а другого. Нет, мы страна демократическая, мы ждать не можем. Раз у нас, мы демократы решили, будем делать. Это что такое? Это фашизм на экспорт. И так далее. Короче говоря, вот мы, когда с вами обдумываем эти вещи, мы увидим, что как раз то, что иногда излагается, излагается прямо противоположно тому, что было. Точно так же, как вот то, что мы наблюдали после 90-х годов, был разгром нашей промышленности, машиностроения, станкостроения и так далее. Вот где было разрушение. Если под коммунизм понимать уничтожение теперешнего состояния, вот то, что вы сказали сначала, то есть то, что вы сказали правильно, но вот без этого предисловия, что имеется в виду уничтожение частной собственности, через создание общественной. Вот у нас уничтожение теперешнего состояния определенное в Советском Союзе, промышленности, науки, культуры, и вот начинается этот самый разгром. И что? Академия наук не громят? Академия наук как была устроена? Государство выделяло деньги, а распределяли эти деньги на развитие науки не государственные чиновники, а ученые. Какие? Ну, такие крупные, которые всей своей жизнью работают, доказали, что они исходят из интересов государства. А теперь? А вот есть замминистра. Какого министерства? Замминистра финансов. И он руководитель ФАНО. А ФАНО что такое? Такое благословочное название ФАНО. Фановая труба. Федеральное агентство научных организаций. И все институты Академии наук вот в его подчинении. А вы, если вы ученые там Академии, вам нужна бумажечка, листочек, да? Пишите заявочку на бумагу. Может, мы вам дадим, а может, не дадим. Кто решает теперь? И вот недавно сообщение в газетах. Аспирантам уже эта ФАНО установила. Платить по 7500 рублей за жилье. Жилье в аспирантском общежитии. В месяц 7500. Ну, вам с вашей стипендией 1480. Это не должно показаться уж такой большой платой. То же самое. Вы же прекрасно понимаете, что вот если раньше были специалисты, что кто-нибудь против того, чтобы вот специалистов так вроде и не выступали. Специалисты – это плохо, что ли? А теперь, говорят, сделаем бакалавр. А в чем разница? А разница в том, что на один год меньше будем учить. Так может, тогда будем три года учить, это еще будет быстрее. Или два, или один. Техникумы есть. Что-то хорошо же. Вот недалеко вчера ректор Московского государственного университета Садовнича рассказывает, что они в МГУ распространяли шестилетнее обучение. Ну, как шестилетнее? Ну, они, значит, 4 года это бакалавриата, и столько же мест, чтобы было в магистратуре, чтобы столько же человек училось. Тогда, получается, шестилетнее. Ну, даже при этой форме 4 года бакалавриата и 2 года магистратуре. Для всех. И это, значит, профильная магистратура, если вы были культурологом и будете в культурологической магистратуре, то у вас будет 6 лет не хуже. С одной стороны, не хуже. С другой стороны, для семьи, конечно, 6 лет содержать. Как вы понимаете, немножко накладно. Тут тоже есть другая сторона экономическая. Сколько же можно? Поэтому я вот наблюдаю по своим учащимся в магистратуре. Я вот у комплектологов на втором курсе магистратуры преподаю. Там их несколько человек ходят, 5. Вернее, считается 5, а ходят. Кто придет? Ну, кто придет? Чьи люди на работе? Деньги зарывают. Так откуда деньги? Ну, как можно учиться? Даже не говоря уже о том, что если бесплатная магистратура, всем прожить-то 6 лет надо, кормить же. И люди-то сами понимают уже, ребята, что надо как-то зарабатывать. Ну, вот сделали в МГУ, как-то вывернулись. Ну, это МГУ. А в других местах не вывернешься. Вот у нашей кафедры магистратуры нету. И вот, скажем, попытки наши с профессором Мараховым открыть ее. Вот в том числе мы уже и программу сделали, и учебный план магистратуры. А что-то есть, а чего-то нет. И так далее. А и поскольку у нас магистратура вечером занимается теперь, с 5 часов, потому что люди работают, то это возрождение вечернего отделения в виде магистратуры. А вечерний закрытый. Вот и все, и операции. А в Экалавр не имеет права поступать в аспирантуру. А в Экалавр не имеет права преподавать в ВУЗе. Тут у нас затеял наш университет, что мы будем, вот, вас, когда вы будете закончить, приемные комиссии будут, преподаватели не будут сидеть. Мы вам и так надоели. Я понял уже, что мы видео надоели. Будут сидеть только работодатели. Ну, и какие работодатели стали считать? ВУЗ, вузовские работодатели, не нам не работодатели. Директора школ. Общественное объединение, меня заведующий кафедрой спрашивает, Михалыч, у вас какое-нибудь общественное объединение есть? Я говорю, есть. Вот, фонд рабочей академии. Ну, дайте рекомендиты. И будут вписывать дипломы, что вот эти вот работодатели. Кто-то будет. Какие-нибудь общественные организации. Вот я-то еще одну общественную организацию нашел, чтобы у нас были работодатели. Поэтому вот на самом деле очень сложные проблемы для людей, которые занимаются обществоведением, являются определение того, куда идет движение, вперед или назад. То, что движение может идти вперед или вспять, да, это мы знаем. А когда конкретно, куда идет движение, это должны люди вот анализировать. Если они представляют путь движения вперед, тогда они могут сказать, где движение вспять, на каком участке. То есть попятные движения могут быть в любом деле. Скажем, в период сам социалистического строительства был период, я показав, отступление было произведено. Ну, такое грамотное отступление. Планирование развивалось, а в экономике допустили не только частную собственность, а еще трех наемных рабочих. Это частная капиталистическая собственность. Троих вы можете нанять. И никто вас при этом не мешает вам обогащаться. Сколько хотите, сколько обогащайтесь. Пожалуйста, ваше дело. И это просуществовало целый период. У нас НЭП, считайте, завершился к концу 20-х, начала 30-х годов. Когда крупная государственная промышленность побила, ну, как побила, на рынке. Рынок-то был. Вы будете покупать более дорогое, если есть более дешевое? Не будете. Той же качественно. Не будете. Ну, вот. Поэтому НЭП никто не закрывал. Он просто себя поддержил в связи с развитием крупного производства. Ну, вот такие вот у нас мысли, соображения могут возникнуть в связи с вот этой проблемой. Как понимать этот коммунизм? А вот буквальное его понимание – это просто, так сказать, строя основана на общественной собственности, и все. И все. Ну, как он может? Он вырастает из капитализма, это мы не должны, из тех вот предпосылок, о которых вы говорили, и в результате того движения, о котором вы говорили. Если не будет этого движения по уничтожению частной собственности, то не будет никакого. А движение по уничтожению частной собственности не должно сводиться к отбиранию частной собственности и ее соединения, а должно прежде всего в организации производства выражаться. Вы можете наладить производство общественное. Вот хочу вам привести тоже малоизвестный пример, который многие просто не понимают, когда говорят, что такое госкапитализм. Вот переходный период от капитализма к коммунизму, который у нас был, у нас прошла национализация. Когда у нас национализация прошла в России? В начале 20-го века. Да? В начале 20-го века. Национализация. Ну, это же быстрое дело. Национализация в раз и все. Когда национализация? Какой месяц был? Год и месяц. Ну, у вас год и месяц вашего рождения. Отвечайте. Год и месяц национализации в России. Что тут думать? В 17-м? Нет, в 17-м нет. В 17-м все частный капитализм был. Это вот сидели в Москве, там большевики управляли, совнаркомы, Ленин. А экономика какая была? Ну, какая была, такая и была. Ничего с ней не произошло. Ничего. Кроме одного. Согласно декрету о рабочем контроле, был контроль за тем, чтобы не уничтожили средства производства. Ну, их уничтожить очень просто. Открутить что-то очень важное от станков и выбросить в фонтанку или в него. И все. К примеру, у нас. Ну, и в других местах. То есть, больше и рабочий контроль подготавливал национализацию. В том смысле, ну, как люди должны хоть посмотреть, как управляют? Вот вы когда-нибудь управляли заводом, нет? Нет. Нет. А вы хоть посмотрите, еще месяц-два. А вы прямо хотите, вот прямо, прямо вот в 17-м году, прямо вот первый же месяц уже прям будете управлять. Как мы будем управлять? Мы не видели, никогда не знаем, что это такое. Вы на заводе забыли? Я был только потому, что у нас было обучение такое политехническое в школе. Мы работали на заводе два раза в неделю, два дня в неделю. Итого я, считается, как бы год проработал за три года. Это мы перешли с 10-летнего на 11-летнее образование таким образом. Так, так вот, национализировали. Сообщаю. В январе 18-го года прошла национализация. Что значит национализация? Ваше предприятие теперь государственное. Это что значит? А ничего не значит. Значит, только вот вывеска сверху есть. А план есть в развитии в общественных интересах? Нет? Значит, собственность какая получается? По форме государственная. По сути, ну вот как вы работали раньше. Что-то вы закупали из того, что вы закупали на рынке. Что-то производили, а потом продавали. Ну так и работаете. Поэтому Ленин писал, что мы национализировали очень много, а перевалили очень мало. Поэтому никакого этого движения, того движения, про которое вы говорили, ну это тоже акт движения, конечно, но это больше заявка, чтобы вот по единому плану подчинили производство общественным интересам. Вот это подчинение получилось, постепенно выделялся вот этот коммунистический уклад, постепенно. Это те предприятия, которые уже по единому плану подчиняются общественным интересам. И, наконец, он дорос вот до этого всего, этого сектора. Вот этот сектор, поскольку он был формально социалистический, а реально ничего социалистического там не было, кроме одного. Прибыль сдавайте государству. А как вы ее получаете? Это нас не касается. Идите, как хотите. Ну вот вам пример. Газпром, Роснефть нынешний, Ростехнологии. Они хозяйствуют, как все, поэтому они и зарплату получают, как все. И вот я вам говорил, что там в Роснефти 24 или 27 миллионов получают члены правления. Ну как в других частных предприятиях? Если я играю в то, что я, так сказать, на рынке как частное предприятие, хотя и государственное предприятие, но как на рынке. Плана-то нет у нас. Ну так я также кладу себе затраты в издержке производства мою зарплату на 24 миллиона. И всех выйти в нашем правлении, у меня фирма создает крупное государственное правление, мне нужны люди, 24 миллиона хватит вам в месяц? Что-то вот товарищ задумался, нет, ему 27 надо, 24 не пойдет. То есть аналог мы можем сейчас наблюдать. И только к 2028 году, у нас был план Гуэл-Ро только в 20-м году, еще был съезд президентов госпланов в 20-м году, и вот только с 2028 года появился план первой пятилетки, и годовые планы пошли. И вот тогда только, тогда только можно было сказать, что этот госкапитализм наконец превратился в коммунистический уклад. И раз коммунистический, то, так сказать, когда подтянулись и другие, так сказать, части экономики, уже не основные, ну тогда уже можно было сказать, что производство подчиняется общественным интересам. Когда? Ну где-то в середине 30-х годов. Этот коммунизм, так как общество, которое основано на общественной собственности, появился тогда? В середине 30-х годов. И тут вот товарищ Никита Сергеевич Хрущев, который никогда вот не изучал немецкую идеологию, никогда на всем и не думал, и другие люди, которые его слушали, которые не изучали, не думали, они начали всякие сказки рассказывать, что где в 61-м году стали рассказывать сказки, в докладе о программе партии, что через 10 лет будет первая фаза коммунизма. Когда первая фаза коммунизма начиналась? С какого года? С 36-го, 35-го, 36-го. А потом будет высшая фаза коммунизма, хотя ни один серьезный политик никогда не скажет, а как будет, когда будет высшая? Ну когда вот вы несете социальное неравенство между городом и деревней, людьми физического, людьми умственного труда, тогда и будет. А Ленин говорит, это дело очень долгое. Ни один серьезный человек никогда не скажет, в каком это будет году. Это неизвестно, что будет. Как можно так сказать? Ну правда, от Сталина требовали, чтобы он указал начало войны, когда будет, какой день и какой час. А если он не указал, значит он плохой политик. Но если бы мы нападали на Германию, то мы бы точно указали бы, знали бы, какое у нас будет начало войны. Не мы же нападали, как мы можем знать начало войны. Ну вот, это вот по первому вопросу, который мы с вами поставили, вот по первому вопросу можно сделать такие выводы. Теперь вопрос второй. Тут, как говорится, переворачиваем страницу и обнаруживаем там. Обнаруживаем там, ну, некоторые добавления к вопросу о коммунизме. Что вот написано, что пролетариат может существовать следовательно только во всемирно-историческом смысле. Подобно тому, как коммунизм, его деяние вообще возможно лишь как всемирно-историческое существование. Ну и кажется, что вроде как это истолковывается. Только вот единой всемирной революции может быть. Нет. Дело в том, что это означает, что дальше раскрывается. Всемирно-историческое существование индивидов означает такое существование, которое непосредственно связано с всемирной историей. Со всемирной историей, конечно, связано. Вот, скажем, социалистическая революция в России, конечно, связана с всемирной историей. Правда? И движение было там, руки прочь, от советской России. Тоже пролетариат во всех, так сказать, воевавших стран. С обоих сторон. И в Германии, и во Франции, и в Англии, и так далее. Ну вот теперь второй вопрос. Это вопрос о гражданском обществе. Вот вы почитали это как, что вы, какие выводы в отношении того, а что такое, как Маркс Энгельс понимали гражданское общество, и как мы должны это понимать тогда? Кто хочет сказать? Гражданское общество это форма общения, выслабленное производственными силами, и в свою очередь... Какими силами? Производственными или производительными? Производительными. Вот экономисты сразу, когда услышат такое, сразу увидят, что имеют дело с неэкономистами. Производственные силы никогда не говорят. Производительными силами. Да. А вот какая категория соответствует нынешнее, современное, более позднее там для Маркса, как форма общения, соответствующая производительным силам? Это что? А вы присловие читали к немецкой идеологии? Нет? Не читали? Читали? А там отмечается, что там еще применяется вот в этой работе, это первая работа, в которой Маркс и Энгельс вырабатывали еще свое мировоззрение. Это театрные аналогии, которые они потом от которой отказались. Вместо формы общения что потом стали говорить? Потому что у нас вот форма общения, у нас вот семинар, это форма общения. Ну, все, ну, ничего, мы не общаемся, вот и сидим тут вместе, в одной аудитории, вы говорите, а мы обменяемся мнениями, обсуждаем. То есть форма общения слишком растяжимая, чтобы ее, так сказать, связывать прямо с производительными силами. А как потом, дальше, вот в дальнейшем развитии, как называлась форма общения у Маркса? Она называлась потом, и как? Ну, близко к этому, но вообще непосредственно производственные отношения. производственные отношения. И, следовательно, и, следовательно, то есть производственные отношения, взятые вместе с производительными силами, если мы сейчас будем переводить на современный язык, называется, Марксом назывались, как? Гражданским обществом. Так получается? Или не так? Или как? Так, да? То есть гражданское общество понималось однозначно, так как ныне понимается способ производства. Способ производства так и понимается, как единство производительных сил и производственных отношений. Причем определением, определением этого способа производства является форма общения, то есть производственные отношения. Какие производственные отношения, такой и способ производства. И способов производства мы знаем на сегодняшний день пять. Первобытнообщенный коммунистический способ производства. Одна форма общения или одна форма производственных отношений. Затем, мироводельческий, феодальный, капиталистический и коммунистический, вышедший из капиталистического. И каждый раз мы должны вот эту брать форму производства. Зачем? Ну вот мы-то можем сказать зачем. Мы с вами на предыдущих занятиях выясняли определяющую роль производства. Потому что производство все потом определяет. Оно определяет духовные сферы, политические, идеологические моменты. Поэтому и нужно выделить это и изучать специально форму производства. И вот единство производительных сил и производственных отношений, взятые как некой основой, и называется, как она называется вот здесь, на этой странице. Вот посмотрите, самый конец. Всегда обозначалась развивающаяся непосредственно из производства и общения общественная организация, которая во все времена образует базис государства и всякой иной идеалистической надстройки. Вот это вот нынешнее понимание. А вот теперь возвращаемся к тому, что вы сказали насчет формации. То есть стоит вам еще рассмотреть надстройку идеалистическую. Идеалистическое имеется в виду не в смысле того, что люди идеалистически смотрят на мир, а в смысле того, что это идеи, которые вырастают на почве этого базиса или под влиянием этого базиса. То есть если вы наряду с этим базисом, который представляет собой единство производительных сил и производственных отношений, возьмете надстройку, вы получите общественно-экономическую формацию. И что тогда получается? Что если мы берем общественно-экономическую формацию и абстрагируемся от идеологической и политической настройки, это Маркс называет гражданским обществом. В этом смысле, а в чем тогда смысл этого названия, каждый раз мы берем разные базисы. Ну, мы можем, у нас же пять формаций, да? Так мы можем сказать, что вот если я абстрагируюсь от государства, от идеологии, а беру только единство производительных сил и производственных отношений, давайте, говорит, возьмем не всю формацию, а только гражданское общество. Возьмем и получается гражданское общество. Тогда какое? Ну, если вы возьмете правобытно-общинный коммунизм, там все одно гражданское общество и есть. Потому что там никакой такой мощной идеологической и политической настройки-то и нет. И если есть, то это не настройка, а начатки ее. А вот если вы возьмете уже рабовладение, то там есть настройка, тогда гражданское общество, рабовладельческое общество, это вот как все это ведется. Гражданское общество состоит в производстве на основе рабского труда. И хотя там есть элементы и торговли, да, и деньги уже имеются, но это не базис. Почему не базис? Да потому что основное богатство, основное богатство рабовладельческого общества, одно слово, рабы. Основное богатство феодального общества. А? Ну, сейчас собственность. Земля. Земля. А что, земли не было, что ли, при рабовладении? Что случилось-то? Там тоже земля, вот вы правильно ответили, вот товарищ, правильно ответил, это рабы. Ну, вот если я богатый, дворянин, а вы бедная дворянка, чем мы отличаемся? Да у меня 300 крепостных, у вас три. И вы ходите и приписываете себе еще крепостных, мертвый душечный. Знаете, что делать? Приписывали не землю себе, а приписывали себе крепостных. Потому что, если я приду и скажу, что у меня три, так вы со мной здороваться не будете. Так, вы приходите, здоровьтесь. А вы знаете, что у меня только три крепостных. Да это нечего с ним вообще разговаривать. Ну, если мы в феодальном обществе, правильно? Чего разговаривать с тем, у кого там трое крестьян? Один умрет, второй он продаст, третий сам убежит. Это вообще не дворянин. Чего с ними иметь делать? Это гражданское общество. То есть мы раз смотрим на это общество, вот там есть настройка, культура, там идеология, государство, цари, князья, чего только нет. А мы раз это гражданское общество берем, то есть берем в абстрагирование от конкретной настройки. И абстрагирование от конкретного. Мы же не говорим, что гражданское общество – это только буржуазное. Для буржуазного общества оно и так, и так применяется. Здесь о термине специально говорили. Гейдер шафт означает буржуазное общество, а также гражданское общество. Но мы точно так же говорим и о рабовладении, можем говорить о капитализме, о коммунизме. Можем говорить гражданское общество, но в первой фазе. Потому что бессмысленно было бы говорить о гражданском обществе в высшей фазе, потому что на коммунистическом обществе уже без настройки будет и политической. Не будет государства. А раз не будет государства, о чем мы о нем будем говорить? Хотя, дальше больше, вот слово граждане связано с государством. Посмотрите, гражданское общество, оно государство подтянуло этих граждан, оно от того, что их защищает, оно их всех перечисляет, оно в паспорте указывает. Вот, скажем, в гражданском обществе коммунистическом, в котором я жил, а вы нет, поскольку у нас такой раздвиг поколений получился, то у нас был паспорт какой? В паспорте указывает, что если бы я сейчас работал тогда, то у меня бы в паспорте было написано, что я там профессор, штамп стоял в Санкт-Петербургском государственном университете, и что я там работаю. А что сейчас в паспорте написано? А ничего. И национальность известна была. Вот я русский, а может быть там финн, а может быть еврей, а может быть, так сказать, там мордвин, потому что у нас, вот скажем, был мой, так сказать, соавтор, Василий Акашельмеев, доктор экономический, доктор философских, но крупнейший русский ученый, он мордвин по национальности. Вот. Мы собираемся национальную проблему решить? Давайте сделаем вид, что у нас нет этих национальных проблем. Для начала уберем это все. И давайте не будем играть в то, что у нас есть проблемы социальные. Не будем указывать, где вы работаете. Поэтому, когда я показываю свой паспорт, ну, что я хочу этим сказать? Что такое Попов Михайлович Ильич? Это вообще ничто. Это никакого содержания не несет. Ни работа, ни национальность. Ничего не несет. Паспорт пустой. Да, поэтому и можно надолго его давать, потому что, конечно, там вот очень много бегал туда-сюда, летун, там все, одно место работы, второе место работы, третье место работы. Или видно, там штамп стоит, Кировский завод. Вот его остановил милиционер, подвыпешил этого рабочего, посмотрел, Кировский завод, первый раз ему попал, отпустил его и все. Или видно, сразу человек только и бегает по приятиям, нигде не может усидеть, потому что все его выгоняют. Ну, а сейчас, на чем тут? Ничего нет. Сейчас вы каждый раз должны, кроме паспорта, еще показывать, что-то показывать, показывать. Вот, скажите, я вооружен в тысячи всяких удостоверений. Вот есть удостоверения, чтобы сюда ходить. Здесь написано, что я профессор, я должен это удостоверение обновлять каждый год. Тем более, что у нас теперь каждый год еще и конкурс. С формальной стороны, с точки зрения, я профессор до 1 сентября этого года. Ну, я уже конкурс прохожу на то, чтобы стать профессором до 1 сентября следующего года. И у нас такой идет, как бы, знаете, как автоматическая линия такая. То есть не только вы тут двигаетесь, но вы идете в 94 года, а у нас движение теперь с интервалом один год. Больше я никого не знаю. У меня жена работает в Лесотехнической академии, она до 20-го года прошла по конкурсу на доцента. А я профессор на 1 год. У меня все круче. Пусть знает наше, что у нас отцо. Знаете, что у нас отцо? Ну, не знаете. Когда я смотрю, мне показывают, что у вас оклад 24 тысячи, а получать вы будете 42. Раз и две буквы переставлены. А в чем дело? А мое отцо. А что такое отцо? А это особый ценный объект. Отцо – это ценный объект. Значит, полставки, а так, полоклада, потом полнадбавки за профессора, должность, потом полнадбавки за то, что доктор наук, потом полнадбавки за звание профессора. Ну, так оно и набегает. А у кого нет отцо у других вузов. Вот это гражданское общество. Когда мы абстрагируемся от настройки и начинаем смотреть вот эти производственные отношения. Производственные отношения – базис. Способ производства, который теперь называется, срога у Маркса в дальнейшем, в дальнейшем капитале, это называется способ производства, единство производительных сил и производственных отношений. Я знаю, что это вот теория, так сказать, некоторые рассматривают гражданское общество, ну, где-то как некий аналог коммунизма. Дескать, мы сейчас строим гражданское общество, скоро будет гражданское общество. Поскольку тут никакой информации, то, конечно, никаких революций тут не будет. Оно как бы вот вместе с научно-технической революцией само придет. А что для этого нужно? Ну, разговаривать нужно, писать про это гражданское общество, да? Вы еще ничего не написали про гражданское общество? Вот, видите, это сейчас обнаружился изъян. А другие уже написали. Кто написал, напечатал. Вот, и существует литература очень много про гражданское общество. Ну, и вот чем интересен с этой точки зрения наш курс, что мы как бы берем первоисточник, а потом смотрим, во что превратилось. Это понятие просто сейчас гуляет в любом каком-то смысле, его не употребляют. Чаще в смысле светлого будущего. Ну, если светлое будущее, коммунизм как-то не очень сейчас принято говорить, да? Ну, какое-то светлое будущее должно быть. Вот у вас есть какое-то? У вас мрачное будущее должно быть или светлое? Светлое. Ну, как-то надо его обозначить. Ну, его обозначают гражданского. И пишут о нем, и рассуждают, и молодые, и пожилые ученые, философы, и пишут. Ну, вот мы тут в известном смысле с вами после изучения вот этой темы, ну, будем каким-то тормозом, таким скептически на это можем смотреть. То есть, конечно, мы можем, если нас не интересует конкретный характер вот этого способа производства, там просто мы хотим говорить об обществе в абстрагировании от надстройки, от политики и идеологии, а для культурологов это обычное дело. Например, в культуре классовая борьба угасает. Правда? Ну, мы уже имеем плоды этой классовой борьбы вот в материальной культуре и в духовной культуре. Ну, книги написаны, какие у него были взгляды, какие у него были позиции, когда он там боролся, ввел жизненную борьбу, и это в известном смысле угасло. То есть, снято, когда речь идет о культуре. Вы должны смотреть, что человек внес в историю, в развитие человечества. Правильно? Известно, что как оценивать деятельность. Вот как вашу деятельность потом оценивать по итогу всей вашей жизни. Значит, если я начну оценивать так. Вот был человек, прожил целую жизнь. Это не сделал, это не сделал, это не сделал, это не сделал. Вы же понимаете, сколько я могу найти, чего вы не сделали. Бесконечно много, правильно? А в истории, говорится, исторически оценивать человека, потому что он сделал. Вот он сделал вот это, вот это, вот это, вот там и есть его вклад в историю и в культуру. Она и входит в вечность, так сказать, в бесконечность. Потому что культура – это область вечного и бесконечного. Она, ну если мы что-то утратили только, и то вот собирается в Падемире сейчас восстанавливать, Эрмитаж нас будет участвовать, уже объявил Петровский об этом. Я думаю, он объявил, потому что ему деньги на это выделят. Потому что можете сколько угодно участвовать, если деньги не выделили на это дело, как вы будете участвовать? Это надо сюда приехать, там жить и восстанавливать. Причем много лет, лет 8. Поэтому будет финансирование, будет восстанавливать. А если у нас будет плохо с экономикой, еще вы будете восстанавливать. Вы восстановите свою сначала промышленность. Это тоже достижение культуры. Культура входит в промышленность? Это материальная культура входит. Ничего, мы тут не будем, мы там будем восстанавливать, в Пальмире. А кушать чего будете? Восстановите стадо молочное и мясное. У нас, знаете, сколько было в 90-м году коров? Крупного рогатого скота было 20 миллионов голов. А сейчас 9 миллионов голов. А мяса у нас много, потому что продолжают резать молочный скот, потому что не хватает кормов. А корма куда отправляется? А корма на экспорт, куражное зерно. Но уже гос новый есть на хлеб. Можно же куражное зерно в хлеб подмешивать. Вы любите хлеб из фуражного зерна? Правильно, она уже знает, что что-то туда будут подмешивать. Она сразу его не ест на всякий случай. Это уже правильно. Вот есть люди такие, которые себя заранее оберегают. Ну ничего, вы от пальмового масла не спасетесь. Найдем, куда его подложить. А чего вы едите? Я скажу вам, где есть пальмовое масло. Конфеты едите? Читаете? Там пальмовое масло почти во всех конфетах. За редким исключением. Пальмовое масло 39 градусов температура плавления. Поэтому оно попадает в организм. Если вы не больны, если у вас нет большой температуры, то оно не переваривается. Так что можете спокойно кушать. Но оно в 5 раз дешевле, чем молочный жир. И, соответственно, и подсолнечное масло тоже. Подсолнечное масло безвредное, полезное для организма. И скоро у нас, наверное, будет сворачивать производство подсолнечника. Потому что зачем? Когда дешевле несколько раз пальмовое. А почему оно такое дешевое? Да потому что ничего не платят этим неграм, которые топят это масло. И кусками, и в бочках железное сюда переводят. А печенье? Тульские пряники. Пойдите, у меня тульский пряник сейчас есть. Вот в автомат киньте и почитайте. Как думаете, что там есть в Тульске? В Туле пальмовое масло. В Туле пальмовое тульских пряник. Ну ладно. Вот это очень, я считаю, интересная у нас тема сегодняшняя. Очень интересная, полезная и важная. Потому что она затрагивает такие животрепещущие вопросы, которые находятся в постоянном обсуждении. И тогда мы уже не просто что-то знаем, что было когда-то. Кто-то что-то писал. А мы как бы в этом обсуждении можем сказать, ну в чем вот у вас отличие? Допустим, у Маркса так. Ну, допустим, не прав этот Маркс. Маркс, во-первых, умер, поэтому что с ним считаться? А у вас новая точка зрения? Ну расскажите, это новое, хорошее. Что у вас? Вот почему? Все новое, хорошее, вот в вашем понимании гражданского общества, вот. И какое оно получается звучание, идеалистическое или материалистическое. То есть напридумывать я, как бы мне хотелось видеть гражданское общество, вот я могу. Вы можете придумать, как вы хотели жить? Я чувствую, что вы можете описать. Зачем мы хуже социалистов, утопистов? Только мы не будем там фаланги какие-нибудь делать? Зачем фаланги? Когда можно гражданскому обществу излагать? Хороший есть термин, есть прям пиши и все. И будем мы писать. Ну, это, так сказать, больше область творения социальных философов, а культурологи, они как бы смотрят, что можно искать ценное и высокое в культуру. Если это не ценное и невысокое, оно в бескультуре записывает, да? Вы разбираетесь в культуру, в бескультуре, так сказать, вот действие противоположное к культуре. Вы же не все в культуру записываете. Не все действие, надеюсь, людей. Все помнят, что такое культура. Культура – это что? Товарищ культуролог, культура. Это произведенное человеком духовное материальное ценности? Ну, хорошо, можно так считать. Произведенное человеком – духовное материальное ценности, именно. А вот если бы вы сказали, что то, что произведено, что человек только у тебя не творит. Там он не только ценности творит, он столько много натворил, поэтому не все произведенное человеком входит в культуру. Ну, вот другое определение, как я его давал, оно к этому не противоречит. Это накопленный опыт человечества, материальный и духовный, всей этой ценности. Но опыт означает, что туда не надо ходить-то. Вот так вот. Не надо ломать, не надо бросать концернные банки около каждого хорошего, красивого озера. Или, так сказать, наделали полиэтиленовых мешков и думают, как это все здорово. И вся земля у нас в этих теперь полиэтиленовых мешках. Когда привозят землю, вот газоны, видите, оттуда торчат полиэтиленовые мешки. А я когда был на стройке студентом, первокурсником, после первого курса, поехали мы на стройку в город Заполярный. Это недалеко от норвежской границы. И вот мы, когда закончилась наша стройка, мы делали, дорабатывали Ждановский, кое-что надо было сделать в Ждановском горнобогатительном комбинате, там укрепить основу, пять метров копали и бетонировали. Потому что кто-то рассчитал плохо. А копали мы через вечную мерзлоту, ну она небольшая, вот столько, но кирками, а потом уже лопатами. Но пять метров вы не выкинете, поэтому полки надо делать было, углублялись, потом бетонировали так, чтобы основы были мощные. По окончании мы пошли на берег Ледовитого океана искупаться. Это у нас было тепло, солнце было утром и днем, и ночью. Ночью мы работали всегда ночью, потому что ночью солнце ниже. А днем мы спали, потому что ночью солнце выше. Прохладнее было работать, было очень тепло и хорошо. Но у нас палаточки были с отоплением, между прочим. Значит, деревянные стеночки, потом так вот вверх, белые потолки, так все очень было красиво. Пришли мы на берег Ледовитого океана, там пришли, там шхеры такая, шли через морожковые поля, там морожки, вот здесь нас встретишь, там немножко, а-а-а, морожка. А там вот, ну я все время представил мешок, который можно за полчаса набрать, это и морожки, потому что морожка везде. И идешь, и все, морожка, и по морожке все. Наступаешь и на желтую, и на красную, это ужас. Как жалко, что мы ее не можем утащить никуда. И такие грибы растут под осенок, и большие, крупные, значит, черника такая, раз в два крупнее, чем здесь. И камни, и потом там морские ежи, которые птицы ловят, и кидают, чтобы они раскололись, и тогда они их едят. Вот. Кругом набросаны эти морские ежи, и вот подходим к Ледовитому океану, там в воде лежит такой медуза, их на ней белый крест. И вот выходим мы на берег купаться, искупались. Весь берег усеян. А это рядом всем, это нас пограничники пропустили, потому что мы, так сказать, безвредные для пограничников. Семь километров границы норвежской, так там безлюдия полные. Все засыпано этими бутылками пластмассовыми, которые выбрасывают с кораблей. Вот эти бутылки всякие, шампуни там и прочее, все эти вещества, которые много всяких для того, для сего, для этого. Весь берег усеян. То есть, представьте, чайки, медузы, шхеры, камни, скалы или там скалы такие, что вот стоит камень такой, тонн пять. А ты вот подтолкнешь, он стоит на одной точке, он полетел. Правда, там иногда голос был снизу, эй, кто там в камни кидает. Они как пойдут там в море. И вот в этой, так сказать, ненаселенной, в общем, местности, в дикой, и вдруг там все завалено, весь берег. Все, весь океан, все топло. Это тоже вот. Это не материальные ценности, конечно. Ну, были материальные ценности. А теперь это мусор. Хотя вот известно, что в том же Великом Новгороде нашем делают бутылки из молока, которые разлагаются на солнце через месяц. Ну, выбросит ее, она полежит и нет ее, и все. Только это же не то, что, ну, в Норбу надо было ввести, но для этого надо стратегическое планирование делать. Что-то ГОСТ установить. Нет, вот это барахло. Вот опять-таки, что такое стеклянное? Стекло, например, треть надо стекла, битого, чтобы произвести новое стекло. Треть битого стекла. То есть стекло все время. А вакторное, оно совершенно безвредно для природы. Стеклянные бутылки. Ой, а как вот у нас тут тара пластмассовая. И вот это пиво в пластмассовых тарах, оно же еще и вещества выделяет, так сказать, не очень полезные. Да еще в таких вот огромных бутылках. Пытались, так сказать, как-то так подвинуть некоторые депутаты, чтобы уменьшили, во-первых, эту тару, а во-вторых, все-таки перешли больше на бутылочные стекла. Не получается. Почему? Интерес останавливает гражданское общество. Интересно, я произвожу вот эти бутылки, что я не найду депутатов, которые меня поддержат там в Думе? Как вы думаете? Да мы сейчас кампанию проведем, чтобы наши депутаты были в Думе. У вас деньги есть? Вы не будете сеть. Вот я вам даю деньги, вы будете депутатом. Сейчас в праймере будете участвовать. Сколько денег вам надо дать? Чтобы вы прошли. Да ну с миллионом. Чего миллион? Рублей? И доллар? И доллар? Не разговариваем с вами. Несерьезный человек. Не готов к выбору. Меньше трех миллионов долларов. О чем вы? Какие выборы? Что, смеетесь, что ли? Рассказать вам, как надо проводить выбор на кампании? Вот я, представьте себе, я миллиардер долларовый. Прихожу, а вы? Ну кто вы? Лидер какой-нибудь партии КПРФ? Вот. Зюганов вы. Вот я к выхожу и говорю, вот, вот, люблю я вашу партию, могу я вам помочь? У вас есть избирательный фонд? Есть? Есть. Ну вот я сдаю ваш избирательный фонд. Сколько вот нужно одного депутата, чтобы вы его спокойно избрали на всю кампанию? Это же большое расходное дело. Сколько нужно одного? Ну, три миллиона долларов, да? Ну, на десять миллионов. Десять вот депутатов я говорю, сколько? Три на десять. Тридцать миллионов долларов вам даю. Могу я вам сдать фонд? А вы должны сказать, что только если у вас нет иностранного капитала, потому что там обязательно. А тогда можно в избирательный фонд вложить. Нет ограничений, да? Вот я вам принес. Ну, а вы спрашиваете, а это вы так? Какие-то у вас условия? Да какие могут быть? Я чистого сердца просто даю вам тридцать миллионов. Вот у меня просьба такая маленькая. Вот из этих десяти депутатов, чтобы я тоже был. Ну, а вы думаете, в политике компромисса вообще возможно? Даже Ленин писал, что без компромиссов не проживешь, да? Он даже вот говорил, картошку надо брать у некоторых стран империалистических, чтобы голод как-то преодолеть. Говорит, надо брать. Я за то, чтобы у империалистов картошку взять. Ну, так будете брать у меня тридцать миллионов долларов? Или скажете, нет, мы коммунисты, мы не возьмем вас тридцать. Ну, всего-то я буду здесь сидеть. Я уже буду голосовать вместе с вами. Или вообще не буду голосовать, вам не мешать. Ну, это никакой связи нет, никакого договора нет. Просто я вам помогаю, а вы придете, скажете своим товарищам, коммунистам, сказать, вот нам товарищ один решил большую помощь партии оказать. Любит он нас. А мы можем его поставить в список? Сейчас же по списку идет. Список поставите. Можем? Ну, и что, вы не хотите? А иначе мы и своих девять другие не проведем. А девять – это гораздо больше, чем один. А там же голосуют по девять, а больше, чем один. В девять раз. В чем? Политически вы тут полностью выигрываете. Ну, и все. И вот наши догеры, с которыми мы ходили по Думе. Где у меня там есть пропуск. Этот думский. И вот я тут недавно как раз его снова получил. И вот эти защиты. Вот он. Как у нас? У нас же гражданское общество. У нас буржуазная демократия. У нас все хорошо. Это вот пропуск в Думу. Это вот пропуск в Смольный. Написано в правительстве Санкт-Петербурга. Ну, а с этими пропусками и вы в законодательные не пройдете. Наше собрание это отдельно. Вот вся вот эта демократия. Все у нас есть. Все хорошо. И вот мы с ними ходим. И вдруг они встречают. Написано. Иужели. Фракция Компартии Российской Федерации. А это их... Это их работа... Собственник их компании. Во как. А он... А почему вот во фракцию я к коммунисту? Знаете, к чему обратился? Что дешевле? Потому что я к нему бы пошел. Он из Единой России. Он бы сказал, не, давай 60. Это люди же серьезные. Меньше чем 60. Да, мы, говорю, не против. Давайте мы вас возьмем. Но надо 60 привезти. Зачем я к нему пойду? Я же все-таки, хоть я и в политику решил пойти, но я же считать-то не разучился. Я 30 предпочел. И все. А что плохого? Мы будем. Вы где и будете спорить. Я свои задачи решу. А у меня какая задача? Я буду оставить, чтобы бутылки не сделали нам другие. У меня есть. Что делать в Думе? Правильно? Лоббирование у нас допускается. Ну, это так непрямое дело. Зачем это лоббировать? Вот я прямо буду сидеть и сам решать. Ходить-то я не обязательно буду. Я дам вам карточкой проголосуете. Как вы там голосуете, меня не волнуйте. Но проектик, пожалуйста, вот этот мы должны подать. То есть эта тема гражданского общества, она очень интересная. И я думаю, что вы еще почитаете. Вы, может, когда и к этому вернетесь. Потому что вот мы, в отличие от других скороспелых всяких ученых, которые, так сказать, все отверхи, ну что должны культуровать, чем отличаться? Что они как бы видят эту перспективу. От чего это начиналось, как развивалось и так далее. Хорошо. Спасибо за внимание. Сегодня закончилось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok